Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семена Чемоданных. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый интереснейший выпуск, где мы с вами будем купаться. Купаться, ура, купаться! Причем дважды. А где, увидите позже. Также сегодня в выпуске будет очень много всего интересного. Мы сходим на рынок, затаримся, посмотрим цены, приготовим вкусную еду, соберемся с комплексом, со всеми его жителями и посидим, и я вам покажу, как это у нас происходит. В общем, выпуск очень интересный. Не пожалеете своего лайка, напишите комментарий, сделайте репост в свои социальные сети и погнали в новый выпуск. Ребята, если этим летом, либо прямо сейчас уже в мае вы собираетесь отдохнуть на нашем юге, отправиться в Крым, отправиться в Анапу, отправиться в Еленджик, отправиться в Сочи, в Абхазию, либо, например, поехать в Дагестан, то я, конечно, вам рекомендую приобрести наши авторские гайды как раз по вот этим всем местам. Там есть куча туристических локаций, есть нетуристических, куча локаций, лайфхаки и советы, рестораны, которые мы сами лично проверили, также есть столовые, какие-то различные кафешки, стоянки, кемпинги, где набирать воду, если вы поедете дикарьком, как любимые. В общем, там огромное количество информации, и самое важное, это наш опыт, и есть маршруты. Цена наших гайдов всего лишь 490 рублей, а если, например, вы приобретете Анапу, Геленджик и Сочи, то попадаете под акцию 3 гайда по цене 2. Не упускайте свою возможность, приобретайте, изучайте и путешествуйте. Посмотрите, как теперь у нас начинается утро, просто с таким видом. Мы сейчас будем готовить завтрак, завтрак, завтрак нашей прекрасной кухни, тоже видите, какой вид. Класс, кухня с окном, это вот прямо сразу сходу лайкосик. Почему мы очень любим снимать квартиры? Потому что это, знаете, всегда новое. Ты всегда открываешь для себя что-то интересное. Например, смотришь какие-то плюсы, смотришь какие-то минусы. Это разные локации. Вот, например, как здесь. Вообще-то, ну, невероятное. По-моему, последний раз, когда жили вот прям вот так вот с видом на горы, да так близко, чтобы был вот так вот бассейн во дворе, это просто такое, так сказать, небольшое комьюнити, да. В последний раз это было у нас, по-моему, на Красной Поляне, когда мы жили прямо в центре. Там тоже был такой большой дом на несколько квартир. В центре бассейн сразу видно очишка. И, конечно, это здорово. Вот сейчас можно завтрак прямо на улицу вынести. Вот, кстати, барбекюшка я уже показывал. Ну, и, конечно, ты смотришь, как могут выглядеть кухни. Это, конечно, тоже здорово. Вот какое-то удобство. Ты подчеркиваешь для себя какие-то определенные минусы, какие-то определенные плюсы. Конечно, это классно. Это наша такая турка. В ней кофе варим. Здесь будем делать омлет. И, кстати, в этой квартире очень классно, что есть абсолютно все, начиная там от ложечек, вилочек, заканчивая какой-то техникой, типа там, знаете, блендеры и так далее и так подобное. Причем, например, приборы, они в достатке. И я уже говорил в том выпуске, что здесь вообще все новое. Конечно, очень приятно заезжать в такую квартиру, когда у тебя все в статусе Mew. Ну, какова красота? Ты вот так вот позавтракал, вышел на балкончик, кофеечек. Добил. Ты купался? Смотрите, вот так вот насладился вот этими шикарнейшими видами. Посмотрите, какие у нас мощнейшие горы. Вот так вот забор вот так вот открыл. Вот так вот шикс, вот так босиком прям вышел. Посмотрите, как здорово. Жарко? Да куда? Мы будем исправлять, сынок, эту тему. Жарко. Куда? Мне купаться. Вот так вот подходишь просто к бассейну и вот так вот открываешь купальный сезон прям здесь. Ныряем. Он ледяной. Вообще. Нифига себе. Я думал он тёплый. Офигеть. Нельзя купаться холодно. Бассейн холодный, но когда такое солнце, это, конечно, круто. Мирошка захотел. Мне кажется, море теплее. Зато я тебе мячик достал. А потом вот так вот ложишься и загораешь. Мирошка тоже хочет купаться. Я не знаю, может быть, кстати, маленький бассейн, он прогретый получше. Во, здесь ещё, короче, вид, видите, такой классный. Супер. Вот это я понимаю. Да, Мирошка? Тоже купаться хочешь? Купаться хочешь? Может, лучше в море, сынок? А? Вообще, Мирошка вместе со мной открыл купальный сезон в Басике, да, сынок? Освежился. У нас такой же самокат новый. Да, Мирошка? В машине. А Мирошка вот наяривает. Эх, как бы забрать бы. Да, давай, аккуратненько. Вот так вот. Тише, тише, тише. Мирошка просит, чтобы я с ним катался. Я, получается, на скейте, а Мирошка на самокате. Поехали. Куда ты? Давай-давай, езжай, я за тобой. Сейчас двигаемся на рынок. У нас сегодня вот так вот рынок. Подкупим часть продуктов. Вот. Отправляемся сюда не пешком, потому что далеко. Отправляемся здесь с ребятами, соседями. Поедем вместе с ними. Видите, у нас здесь такой огромный таксопарк. И вот поедем сейчас. Перед тем, как пойти на рынок, нужно обязательно взять налик. Потому что на рынке есть вот единственный минус, что карточками расплачиваться нельзя, только наличка. Поэтому вот, пожалуйста, банкомат снимаем. Мы на рынок приехали с Тёмкой. Тёмка сегодня будет помогать. С ребятами нас подождут. Ну как подождать? Они тоже пойдут покупать всё. И у нас есть полчаса. Самая, кстати, задача ещё основная. Нужно купить тыкву. Тыквенный суп не ели 100 лет. Вот тут можно купить будет картошку, кстати, помидоров. Вот. Вчера, кстати, на вечеринке мы пробовали арбуз. Местный. Очень был вкусный. Очень. Вот прям очень вкусный. Так, картошку, лук. Это будем покупать уже на выходе. Кстати, здесь, помимо всяких овощей и фруктов, есть ещё рыбные отделы. Причём достаточно вообще огромные. Вон, какую рыбу только не купишь. Даже икру можно взять. Красота, разнообразие. Вообще класс. Так, ну пойдём, Тёмка. Здесь продаётся манго и папайя. Вот мы сейчас остановились, спросили. Манго это местный аланийский. Прикиньте, стоит, получается, 250 лир штука. А папайя стоит 150 штука, но он же килограмм вообще. Вот я Тёмке говорю, что это нужно кушать там в Азии. Ну что же, посмотрите, сколько всего мы купили с Артёмкой. Вообще, на самом деле, огромная лировка упадёт. Огромная поляна. Я с карточки снял, значит, 500 лир. И у меня ещё осталось 105 лир на минуточку. Это значит, что вот этот вот весь набор вышел нам на 400 лир. Это примерно 1700 рублей по нынешнему курсу. Здесь вот тыква килограмм. 50 лир, кстати, тыква стоит. Это подорожало, да, по-моему, она? 50, мы по 30. Мы по 35 брали. Мы по 10 брали, Артём. Мы по 10 брали. Вот, короче, апельсины сейчас по 10. Есть и по 30 апельсины. Вот мы нашли по 10 на рынке. Мы по 7 брали. Да, 7,5 сейчас не было, которые я тоже видел. Это просто время такое, если к вечеру уйти, там они... Я думаю, да. Морковку купили она у Мирончика, кабачки, эти баклажаны. Смотрите, эти яблоки, картошки. Здесь, я не знаю, огромное количество килограмм. Клубники 2 килограмма. Есть клубника за 25, есть за 30, 35 и 45. Я взял среднюю за 30. Помидоры. Тоже цена на помидоры на рынке вообще разная. От мала до велика мы взяли по 10. По 6 лир нашли вот такие огурцы, как мы привыкли. Очень вкусные, надеюсь. Но похожи на нашинские. Вот. Здесь огромнейший. Смотрите, огромнейший качан салата. Надеюсь, не пропадет. Вот лук, значит, вы видите, сколько тоже много взял лучка. И бананы тоже 2 килограмма здесь, по-моему. Про манго я вам рассказал. Про папайю я вам рассказал. Смотрите, реакция, реакция женщины. Как ты мне не купил папайю? Да, есть это, между прочим, местное, а стоимость он дофига. Манго одна штука 250 лир, а папайя 150 лир килограмм. Да, очень много, причем я как раз с Димой там встретил, он говорит, они здесь вообще невкусные, не та история с Азией. Ну, про что, собственно, я и говорил. Это надо кушать в Азии, а что-то нужно кушать именно в Турции. Пока мы были на Шри-Ланке, мы, конечно, очень мечтали о клубнике. Густота. Ну что же, дамы и господа, учитывая, что мы сегодня купили тыкву, идеально, да, подходит мне под футболку. Значит, сегодня мы приготовим тыквенный суп. Давно мы его не ели, последний раз, но, собственно, когда мы были в Турции, это был январь, вот, в середине января, наверное, последний раз. Значит, покажу сегодня, как его готовить, ну, точнее, как я его готовлю. Это не значит, что правильно, но мне так нравится. Погнали. Помимо тыквы нам понадобится еще морковка, лук и картошка. Также перец и соль. Приступаем к готовке. Помыли тыкву, теперь ее нужно нарезать. Порезали тыкву, значит, небольшими кусками. Сюда же порезали морковку, сюда же лук. Все это дело теперь обжариваем до небольшой такой корочки. Идеально, если у вас здесь будет сливочное масло. У нас сливочного масла сейчас нету, поэтому немножко растительного масла. Пока жарится тыква с морковкой и луком, картошку отправляем вариться в кастрюлю. Естественно, добавляем соль и перчик по вкусу, как вам это уже нравится. После того, как вы тыкву обжарили, все это дело переносим вот сюда в кастрюлю к картошке. Теперь доливаем воду горячую уже из чайника. Закрываем вот так вот. Чикс. Все, достаточно. И оставляем, пусть поковарится. Смотрите, все сварилось, все стало очень мягким. Теперь берем блендер. Он у нас здесь есть. Когда жили и его не было, мы просто мяли такой штукой для пюрешки. Вот, а сейчас это будет, конечно, очень удобно. В общем, погружаем. И погнали. Делаем такое пюре. А после того, как мы все перемешали, видите, какая красота, даем еще повариться немножко, а после этого будем добавлять уже сливки. Выдавливаем сливки. И ставим еще на медленный огонь буквально на 5 минут. И наивкуснейший суп готов. Можно есть. В общем, это безумная вкуснота. Мальчишки, как вам? Вкусно. Вкусно? Ну все. Приятного аппетита. Ну а вы вперед за тыквочкой и готовьте себе тоже такой суп. Сижу я, значит, работаю, работаю, чаечек пью, никому не мешаю. Как вижу здесь такую обстановку, все таки слетаются. Все заехали, приехали, видимо, куда-то все выезжали и начали обсуждать между собой, мол, давайте приготовим плов, либо шашлык, что-нибудь на гриле. Так вот, сегодня, походу, здесь будет тусич. Будет какое-то приготовление то ли мяса, то ли плова. Они тут спорили между собой. Вот, и к тому, что здесь как раз комплекс такой, что живут, так сказать, все наши. Вот, поэтому здесь, когда все собираются, естественно, сразу начинают что-нибудь готовить, организовывать такую большую тусовку. Сегодня посмотрим, как это все будет происходить. Парни уехали сейчас за мясом. Вот, как я понял, здесь такая тема, ну, мясо, как говорится, это общак, одно блюдо, которое готовится на мангале, а остальные, там, закуски, там, и прочее. Каждый приносит свое, кто что хочет. Я, как понимаю, выставляются столы, сегодня вроде как человек 20 будет, но сейчас чуть попозже увидим. Коль, собираемся всей толпой, и каждый должен что-то принести. Решил дойти до апельсинового дерева, вот у нас прям, видите, в заборах тут, апельсины. Нарву просто апельсины, и придем с апельсинами. Почему бы нет, правильно? Кто-то мясо, а кто-то апельсины принесет. Ладно, шутка. Пойду это, вот тут вот есть дырка в заборе, вот курица бегает. Я думаю, пару петухов поймать, и заодно мясо принесу. Ну, а что, мясо и апельсины, мне кажется, прям выделюсь прямо из толпы. Ладно, это просто шутка. Короче, иду до магазина в нашей деревне, мне даже Настенка говорит, да иди в домашних шортах, здесь, говорит, деревня такая, что это все нормально. Я говорю, отлично. Я не могу. Короче, это, главное идти вот с этими, видите, красивыми такими шикарнейшими видами. Там баклажанчики, что там, помидорчики. Помидорчики, сделаем это все в духовочке, будет очень вкусно, с кем-нибудь поделимся. Поделимся. Блин, я не могу, настроение сегодня вообще просто бомба. Ржать охота над всем. Смотрите, какая у нас, кстати, мечеть здесь. Мы ее видим из нашего окна, в спальне играет. Кому-то там, кстати, громко, нам, например, вообще нормально. Мы как-то так, как должное, знаете, как вот ты в своем доме живешь, у тебя там с утра петухи кухареку. Вот это что-то примерно из той же серии, что мы так привыкли. Прикиньте, все купил, слава богу, была с собой наличка, вот прям впритык. Сегодня дал Настенке карту, она пошла в магазин, купила там пельмешки, все дела. Но опять-таки, она расплачивалась картой, в итоге несколько раз там на кассе вела неправильно пароль. И вот я сейчас сходил, проверил, карту блочнули. Во, прикол. Но ничего теперь делать не знаю, потому что сегодня выходные, праздники сейчас. Короче, даже не представляю, как теперь решать этот вопрос. Но надо в любом случае сейчас топать в банкомат. Надо сейчас у ребят спросить, у кого зератовские карты, может, они ничего подскажут. Класс, короче, класс. И налика нету вообще, просто там лир 10, наверное, осталось. И карта теперь блочна. Раньше времени хотел расстроиться, испортить себе настроение. И снова иду с магазина, за шоколадкой ходил. Зашел в приложение, в общем, поменял пароль, поставил новый. Вот пришел протестировать и купил шоколадку. Ну все, все нормально, поменял пин-код. Очень здорово, что мне не придется тащиться в банк и как-то там разблокировать эту карту. Видите, все очень просто решилось. Это очень хорошо. У нас теперь в шкафу такой шикарнейший запах фруктов. Смотрите, сколько у нас апельсинов, которые мы купили. Сейчас будем готовить сок. У нас вот такая вот есть соковыжималка. Примерно такая же, какая была в даче. Но я думаю, должно этого хватить. Ну, соковыжималка классная. Сейчас девчонкам дадим попробовать. Шокс. Пить. Ой, спасибо. Вот это хуже. Вот это сервис, да? Да, да, да. А там Ром? Там. Ром? Бром. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Бассейн бассейном. Это, конечно, все очень-очень хорошо. Вот. Здесь, как говорится, купалку открыли. Сейчас я хочу открыть купалку на Средиземном море. Решил дойти до моря, собственно, пешком. Мы живем в отдаленности, в приличной, примерно 3,5 километра, где-то так, до самого ближайшего пляжа. Ну, прогуляюсь. Из моих никто не захотел идти. Вот. Поэтому у меня у самого такой вот пеший марш-бросок. Вообще, на самом деле, классно. Вот если бегать, например, вот так вот встал. Здесь без пригорков, просто равнина. Дошел. Добежал, точнее, да? До моря. Окунулся в море. И обратно побежал. Классно же. Ну, либо можно еще там по набережной пробежаться. Помните, когда в даче жили, я бегал, но там прям такие горы. Даже было прикольно. Добежал, искупнулся. Вообще, красота. Ладно, пойдемте. Автобус проехал. Я быстренько перебежал дорогу. Думал, сейчас запрыгнул. Он говорит, но то ли школьный, то ли что был. Непонятно. Ладно, идем. Подходим уже к центру Кемера. Здесь сразу же движуха такая начинается. Есть уже магазинчики. Мы-то живем прям на окраине. И у нас прям деревни-деревни. Но зато у нас есть шикарнейшие виды. Вот такие вот на горы. И у нас на самом деле безумная тишина. Нет рядом трасс, ничего. Всегда очень-очень тихо. И это огромный плюс. Мне место, где мы сейчас живем, очень сильно напоминает Красную Поляну. Когда мы там жили, прям в центре вроде бы, да, на улице Вознесенская. Тоже был дом на несколько квартир. Четыре, по-моему, этажа. Тоже был бассейн во дворе. И это было незабываемое время, где мы жили. Это прям был, прям вообще топчик. И вот здесь мы сейчас живем. И тоже очень классное место. Вот проходим детский сад в Кемере. Где-то здесь же я тоже видел мельком школу. Не знаю, она одна, не одна. Но вот сад точно вот он. Вот мы уже и дошли до Отагар. Это автобусная станция вроде как. Вот. Фонтаны еще не функционируют. Будет прикольно, конечно, когда включат. Вот. Я так понимаю, что как раз отсюда можно уехать в любую точку... В любую точку мира. Шутка. Ну, короче, куда-нибудь, да, можно уехать. А у нас, получается, вот, видите, проходит трасса. Мост. Сейчас там проходим и попадаем уже, ну, прям все в движуху движеную. Вот мы и дошли, в принципе, до самого центра. Вот уже и мечеть. И вот там виднеется уже ратуша. Ратуша, это, получается, центральная площадь Кемера. Ну, и сами, да, видите обстановку. Здесь прям все. Сплошные машины. Не то, что, да, в нашей деревухе. Тишина и покой. Здесь вот все. Движения, любые банки, любые магазины. Все, что хочешь, здесь все есть. Ну, вот, собственно, ратуша и площадь, про которую я говорил. Я как-то в выпуске, кстати, это выкладывал фотки здесь с 18-го года. Мы здесь фотографировали, жили в отеле 5 звезд. И сюда один раз приезжали в город чисто так погулять. А сейчас, представляете, спустя столько времени мы здесь живем. Точнее, пытаемся. Но что получится, пока снова непонятно. И вот отсюда уже, да, площадь осталась позади. Шикарнейшие виды. У меня за спиной просто какие-то невероятные. Отсюда уже до моря там раз-два. Но сейчас дойдем до пляжа, уже посмотрим, за сколько мы дошли. Даже самому интересно. Но вот обратно, я думаю, надо на чем-то доехать. До пляжа двигаешься вот через такие арки вдоль реки. Вот. Ну и, собственно, все, мы и дошли. Вот там вот кирпичная арка. Это и есть вход на пляж. Общественный пляж. Интересно, за сколько мы дошли. А дошли мы за 45 минут. Ну, много, конечно. Но, как говорится, ходить очень даже полезно. Поэтому прошлись. Не будем тянуть время и сразу пойдем. О, слушайте, ну она такая же холодная, не знаю, как в бассейне. И, наверное, градусов 21. Но нам-то пофигу. Мы всегда купаемся. О, Галька, я вот не один захожу. Такая теплая. Но... Ой, блин, ахамуха. После такой прогулки самое то. Ладно, давайте нырять. Нырять. Самое стрёмное это зайти. Тихо. Давайте еще раз. Вон там. Самая высокая вершина Анталии. В снегу еще. Ой. Ух. Потому что холод. О, кайф. Вот это я понимаю. Супер. Наконец-то мы это сделали и скупались. На самом деле, к хорошему быстро привыкаешь. Так и говорится, когда ты долгое время купаешься в теплом океане, потом зайти в холодное море очень сложно. Но мы это сделали. Это супер. Значит, теперь купаться будем чаще. А еще хочу сказать то-то, что... Сейчас сижу на пляже. Девчонка кричит, мама, с фотой. И она говорит, да подожди ты, у меня это... Глаза щипет. И на самом деле это так. Я вот нырнул, вынырнул, и прям как будто мне туда столько соли насыпали. Хочу сказать о том-то, что вот Средиземка, она гораздо соленее, чем океан. Ну, по крайней мере, чем океан, который на Шри-Ланке. Вот так вот. Ну, в общем, сейчас идем в комплекс. У нас сегодня там тусовка намечается. Сейчас все вам расскажу и покажу. Подошел к таксисту. Говорю, надо меня отвезти. Куда сказал? Я говорю, по счетчику, он говорит, нет, говорит, 10 долларов. 10 долларов. Прикиньте. Нифига себе. Это что, 800 рублей за 2,5 километра? Как в Стамбуле, что ли? А сейчас ума сошли. Я вообще, я говорю, откуда такие цены? Короче, ладно, у меня нет слов. Просто я вообще, я в шоке реально. Берем такую красивую тарелку, формочка для запекания. И нарезаем сюда все овощи. Вот так получается. Теперь осталось только взять соль, перец и чеснок. И все это дело перемешать. Овощей получилось настолько много, что сюда не влазит. Поэтому в миске все перемешали. Теперь оставляем, чтобы это все замариновалось. И еще единственное, мы будем запекать тоже не в стеклянной посуде, а запекем на листе. А потом уже пересыпем в эту стеклянную посудину. У нас уже кто-то ответственный разжег мангал. Смотрите, какая красота, правда, я не знаю. А, ну походу будем готовить плов. Ну как будем? Мы-то снимаем, смотрим, а кто-то будет готовить. Я только сегодня узнал, что оказывается у нас здесь на балконе, смотрите, есть дверка. Шикс. И все, и ты сразу вышел на лужайку. Вот так вот. И можно идти прям смело купаться. Здорово же. Вот так вот прям. И пошел. Класс. Вот так это выглядит, видите? Прикольно. Ну что же, загружаем. Там ребята вроде с костром, а я тут закидываю овощи. Самое интересное, что вроде как бы должен был быть плов, но в итоге не плов, в итоге просто мясо и тоже овощи, но только на гриле. Ну ладно. Дима в комплексе решил навести дополнительную красоту. Купил такие светильники. И вешает. Говорит, обещает, что ночью будет гореть. Мы на самом деле постоянно что-нибудь делаем. Вот видишь, сетку от котов делали, чтобы коты... Под напряжением, да? Нет? Ток не провели? Это следующий этап. Если будут еще раз лезть, да? Да. И все это у нас, видите, под звуки мечети. Здесь овощи, мясо, 16 литров, прикиньте, тасс. Ну вот, видите, уже движение начинается с стола, банкет в честь 1 мая. Сейчас здесь заполон. Сколько людей будет? Чего-то 20, да? Чего-то 20 козлы. А, ну понятно. Начинаем с 10, а дальше как получится. Ну правильно. Настенка сегодня ходила, когда в магазин купила. Смотрите, что купила. Пейм, сметана. Вот так вот прямо написано. Сметана, не буренка, а муренка. Ну так вот, 25% салата ее. Так, нам вот, видите, тут самокат выделили. Сейчас будем кататься. Мирошка уже прокатил, но с ним очень опасно снимать и рулить. Не дай бог он спрыгнет. И все, Мирошка закончится. Мирошка, стой. Родик, Родик им идет. Стой, Мирошка. Не надо, не попробуй. Давай, вставай. Ладно, Родик, давай, поехали. Тебя прокачу. Держись крепко. Головой может ударить. Держись крепко. Редактор субтитров А.Семкин Альфа-Бан. Держись крепко. Держись крепко. Держись крепко. Альфа-Банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Так, как, Дима, блюдо называется? Басма. Басма? Это узбекская? Узбекская? Еще? Красота. Да можно еще, давай. С горкой. С горкой все было. Мясо куча. Что смотришь? Не досталось? Да, ням-ням, сынок, да. Давай, короче, закладывайся, давай. Вот так вот собираются наши, когда живут все в одном комплексе. Пригиньте как, здорово. Так, Мирошка горячо. Да, все вот уже сели за стол. Вот еще ребята приехали. Сейчас будут присоединяться. Мы с Мирошком подходим. Слава, где твой бокал? Бокал вот. На 16 литров. А, вот он стоит, вот. Вот. Давай мне Мирошку ем. Все, всем приятного аппетита. Сегодня на столе даже есть колбаса. Это не турецкая вот эта вот шляпа, которая продается. Не бумажная турецкая, да. Это вот белорусская колбаса. Не знаю, я сто лет этого не ел. Даже Мирошка заценил бегать с колбасой. И мы уже не счастливы. Сейчас же на бензин надо снять. До утра не досидели, но очень круто провели время. Как вам выпуск? Пишите в комментариях. Ставьте лайки, если не поставили еще в самом начале. Прямо сейчас это сделайте. Сделайте репост в свои социальные сети, если вас не затруднит. Не забывайте подписываться на наш Яндекс.Зен и группу во ВКонтакте. Там выходят очень интересные посты и статьи. Ну а самая экспресс информация есть у нас в телеге. Все ссылочки есть в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok